Дай почитать. С 2019 года он генеральный директор журнала «Роман-газет». Хочу напомнить, что в 2016 году правительство Кировской области удостоило Евгения Шишкина Всероссийской литературной премии имени Салтыкова-Щедрина. Итак, действие книги «Бесова душа» происходит в Кировской области в одном из сел. Главный герой, бунтарь Федор Завьялов за крутой и неуемный нрав прозван «Бесовой душой». Его возлюбленная Ольга делает невинный шаг в сторону другого поклонника, и Федор, не задумываясь, наносит тому ножевые ранения. Соперник, к счастью, остается жив, но Федор получает срок за бытовое покушение на убийство. Искупить свою нездержанность и вину ему придется кровью. Непростой рассказ Шишкина об этом образе жизни Федора Завьялова. Множество бытовых подробностей и острых внутренних переживаний не просто сближают, сродняют читателя и героев «Бесовой души». Отныне читатель не может быть сторонним наблюдателем. Он живой участник, сострадающий и сопереживающий. И так до финальной трагической развязки. Из лагеря Федора отправляют в штрафбат, и он принимает крещение на Курской дуге. Ностальгический народный стиль, изложение, истина, народная правда, чувства, сомнения, переживания – все это цельно и гармонично спаяно в этом романе. Федор постепенно из эгоиста, самолюбца и подловатого человека превращается под гнетом обстоятельств в благородного смелого бойца, готового пожертвовать собой ради общего дела или товарища, способного проявить и милосердие к врагу. Он постепенно превращается в такого жесткого философа, фаталиста и мудреца. Где-то ожидает его возлюбленная Ольга, переболевшая душой, отмучившаяся и выбравшая для себя роль вдовы без мужа. В романе слишком много натурализма, жестокости и безысходности. Вот уж действительно живые позавидуют мертвым. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай, город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok